приветствую всех на канале разносторонние интересы сегодня у нас апрель месяц 2020 год точнее 7 апреля уже 14 часов 12 минут по белорусскому времени находимся на юге беларуси и у нас сегодня плюс 20 почти на улице солнечно солнце день светить и вчера день было но вчера был занят вот сегодня более свободное время решил небольшую такую ревизию провести на пасеке именно этой вот семейки это бакфаст здесь матка уже том году вывели они матку свищевую я думаю это семья пропаде так пчел мало осталось покуда глядя что матки уже нема но они свищевую все-таки тянули вывели и перезимовали неплохо вот несут полностью об ножку что хочу этой семье сделать это заменить немного старые соты на более новые потому что здесь постоянно были засеяны до осени и осенью и с весны рано то не было возможности поменять и тут уже со там наверно пять год они черные и вот когда в том году маткой пропала как пропала отраились рой вышел от бакфаста и две матки вышли и осталась семья без матки но они вывели сейчас свищевую матку и успел я на выходе одну взять такую же полумертвую не успели и сюда подсадил тут без матки была семья тоже приняли так что это не получат сама откуда ли второго поколения это уже третья будет но это свищевые в этом свищевая и в этом вот это родная семья бакфаста и в ней не менялись соты давно сейчас я залезу и по возможности что можно заберу хотя я себя знал что такое будет дело что матка у них осталось вывели нормально и прижилась то и об осенью когда не было расплода просто струсил их полностью и свежие соты поставил ну просто дно что она уже пропадут ну не пропали так что осталось тут наверно 5 рамок на зиму девятнадцатый год так вот девятнадцатый год отмечено вот меткой вот верно или 5 или 6 рамок всего оставалось на зиму если по краях я сейчас по возможности получится заберу две крыша тяжелая заберу две рамки по краях то добавлю им с медом 2 здесь вот семья пропала пропала семья у меня и остались такие вот рамки с медом еще поцарапаю мало стамеской и поставлю гнездо хотя старые что там потом на краях выставлю и осенью заберу вложил я им весной наверх рамку тут под утепление просто открыл потолочины между с потолочинами и полностью на потолочин положил на планушке рамку и здесь сейчас вот рамка лежит посмотрим что он там наделали интересно вот вот тут рамка вот такая и думал просто накрыл этой постель как я говорю тапка это оказывается с этой рамки загоним всю пчелу полезем гнездо если эта рамка нормально да не погрызли тоже поставим гнездо и она хороша рамка так свежий уже с того года из по зато она особо раствор не плодился вот вот пчелы тут или берут это мед они или уже успели наносить свежего то что то то где-то почему что льдово ну залиты видно свежий печатать начали сейчас его у нас полностью пошла цвести это что кусты такие низкие лоза называется не знаю где в беларуси лоза называет и пыльцу также она дает и лектар то походу это уже может свежего даже наносили посмотрим что везде если получится просто старые соты заберем еще до расплода заберем поставим свежие и эту рамку наверно туда положу если она не сильно про про это если не сильно сот прогнулся и деформировалась поставим гнездо ну а если погрызенный будет снизу и продеформированы то тогда уже просто уберу мимо здесь и струшила и пчел там доска такая широкая прилетные представлены вот полным ходом пчела работая уже не одну неделю можно сказать вот это рамка лежит на гнезде то что пчел уже не чистый бахваста получается как я говорю ну первое второе это третье поколение с нашим местным трудным матками тела но не такие желтым полосами немного есть до половины желтизна вроде бы спокойные это не походу но в этом году из-за теплой зимы мы наложили сюда уже нектара свежего то что не похоже чтобы это силу положил чистого отпечатанный был она уже с медом и видно вот мед печатает раньше всех годах оставил уже в апреле месяце средине на и улет теме сильные были а в этом году за теплой зимы плохо перезимовали слабые где пятирамочные хорошо перезимовали здесь вот сильная была осталась слабая а еще не лазил ну тоже слабовата здесь вот сильная была пропала полностью на расплоде сидела там крайне он зеленая тоже он сам крайне улетал тоже пропали осталась матка я в дом занес и наверно пшел около сотни поставил двухлитровое ведро пластиковая два сотика и туда их высыпал матка красиво желтая то оставил там бакфаст зеленым втором от салатовом или вот этом вот с этого вот бакфаста где две матки а вытрусив не сообразил что две будут могут быть одна осталась одно видно выносили и в этом белом сильнейшая была семья много унесли пчелами сами я не лазил по холоду не лажу весной сами чистят они до степла устойчиво сегодня почти 20 градусов они успевают все почти сица не до такого времени всех адах даже раи уже выходили в апреле месяц ладно посмотрим что тут но поработает руки освобождаю я дальше смотрите прилепили малость уже такая вот рамочка это ложил весной чтобы они ели мед то что расход был большой зимой ну уже залили свежим медом так матки не видно сейчас я опущу наверно в гнездо вернее самуле а и и на зиму семья пошла на 1 2 3 4 5 6 аж на 7 рамках думал на пяти и в основном это старый сот я сейчас это все дело на на край сдвину и добавлю свежих сотов им с медом летом они пустят на расход на развитие и останутся они получается в средине гнезда свежие соты а эти краю старые понемногу выбракуем взяла вот травы котовника руки малость натереть надо чтобы не кусались он запах матки имеет и и и и и и Уже вот на крайней рамке расплод полностью видно. Вот рамка вся в расплоде была. Это у нас сегодня 7 апреля кажется, как говорил уже, в начале уже, да, 7 апреля видно полностью расплод, сверху трутовый расплод уже пошел, уже трутня наложили. Сгоняем пчелу сверху с рамок, чтобы не сидело много. Это вторая получается рамка с краю, это я только что сверху снял, на рамках лежала. Это вот первая рамка, это вторая с краю рамка. Она с расплодом уже. Третья вот рамка пошла, сплошный тоже расплод. И пчелы моря. Но сот уже старый, он коричневый, я не знаю, этот сот надо на край убрать. Но если ночью холодно, то не буду на самый край ставиться с плодом. А вот поставлю эту светлую, что на рамках была, забрал. Эту, наверное, заберу, если здесь яйца не будет лежать. И передвинем сюда гнездо все и добавим свежих сот. Наверное, даже, хотя я не буду разрез ставить, то что соты холодные там, улья. Так что поставлю без разреза гнезда. Гнездо разбивать покуда не будем. Полностью пергой забитая рамка. Вот, крайняя рамка полностью забита пергой. И светлая притом. Наверное, я все-таки осенью по краях ставил что-то из светлого сота им. Старый забирал какие-то все-таки. Да, и вот крайняя светлая рамка с этой стороны, с левой, возле стамески. Тоже будет, наверное, светлая. А вот эти вот соты уже черные, зеростодные. Значит, я эту аспирогу оставляю. Между ими поставлю сейчас с медом. Пчел уже много здесь. И все это дело передвину к краю сюда. Но потом уже потеплее. Когда стану расширять их капитально, тогда уже подумаем, что выбраковать можно будет из старых сот. Пчел. 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 Много печатаного яйца, много. Я вот стою, соображаю, что лучше сделать. На самый-самый край их сдвинуть, эти рамки. Или же оставить все-таки папарадку. Может, вот такие уже соты старые. Вот видно, ячейка даже уже маленькая. Надо выбраковывать срослые эти соты. Продолжение следует... Хорошие светлые рамки. Я хочу перестать сейчас рабочие семьи, чтобы они расходовали мед этот, чтобы зимой осталось. И соты не пропали, мольно съела. Полностью расплод на рамках, сверху донизу. Вот здесь расплод. Следующая рамка, видно, расплода нет. Глянем, может, у ячейки самой лежит. Рамка не тяжелая. Много пироги. Яйцо есть. Хотел забрать я. И расплод печатанный в центре чуть-чуть. Не знаю, я бы забрал, конечно, но жалко уже полностью. Уже с рисом. Ладно, поставим улей. Ладно. 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 Хорошие. Ладно. Продолжение следует... 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 добавим и вот таких вот рамочек сейчас покажу полностью светло-коричневый сот чуть-чуть от не достроены низ недостроены и снизу не оттянутые полностью чтоб широкий был а тут мед вот я его поцарапаю хай расходы на стройку и на обогрев получается к семи рамками я добавил вот сейчас одну что наверху на рамках положил весной вот еще одну светлую только что еще две добавлю стамеской нарушаем печатку то что это зимы это в основном сиропе оставить то что много рапса было в гнездах полностью забитая даже осенью поставалась рапса много свирепку садили рапс поздно осенью что мешалось она с сиропом я вот сейчас центр гнезда завалю все это наем будет развиваться матка хотя и сливая то неплохая вот видно даже у засахароны полностью мед это вот рапс пооставалась это даже не сироп вот здесь сверху рапс полностью получается 7 8 9 уже рамок сейчас десятую добавить и 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 7, 8, 9, 10, 11 рамок, 11 рамок, получается нормально для семьи, чтобы была без матки и со свищевой вылили поздней осенью. Ладно, буду на этом заканчивать, буду закрывать уже быстро. Всем удачи, всем всего хорошего, до свидания.